Что это действительно шаг вынужденный для Киева и что это действительно шаг достаточно формальный, к сожалению. Дело в том, что данный закон, который был принят неделю назад, о мирном урегулировании он называется, но он содержит такие формальные нормы, формальные положения, которые продлевают всего лишь первую декларативную статью этого закона, закона об особом статусе, который по сути своей является основой урегулирования конфликта. То есть ни одно политическое решение, ни один политический вопрос невозможно даже обсуждать без понимания, как, каким образом, когда вступит в действие полностью и полноценно закон об особом статусе. Потому что комплекс мер, который является основным документом по урегулированию конфликта, прямо, напрямую отсылает решение всех политических вопросов на основании закона об особом статусе. Дело в том, что это уже не первая демонстрация такого влияния на Киев и такой несамостоятельности Киева со стороны Запада и со стороны гаранта выполнения минских соглашений. Поскольку после первого минского пакета, так называемого, в сентябре 2014 года, буквально в течение 11 дней также был разработан и принят этот закон, подписан и председателем Верховной Рады, и направлен на подпись, и подписан президентом. Он, как известно, вступил 16 сентября уже в силу 2014 года, но вступил в силу вот таким ущербным образом, каким он и продолжает на сегодняшний день быть в силе. То есть всего лишь первая формальная статья, которая никоим образом не урегулирует противоречий. И этот вопрос остается основным в повестке дня в Минске. Мы будем и на следующем заседании, и на всех последующих заседаниях добиваться того, чтобы все-таки была согласована формула вступления, механизм вступления данного закона. Поскольку с нашей стороны, со стороны республик, это и так уже очень значительная уступка. На наш взгляд, комплекс мер должен выполняться буквально. То есть закон об особом статусе должен был начать действовать уже 2,5 года назад. А если четко следовать подписанным договоренностям и выполнять их добросовестно, то еще 16 сентября 2014 года данный закон должен был вступить в силу. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы условия введения полноценного введения этого закона в силу обсуждались в Минске, согласовывались между двумя сторонами конфликта, и все-таки этот закон был введен в действие.